Не смог проехать мимо такого места, потому что обычно вот в подобных локациях прячут закладки, либо сидят ребята, которые что-то там употребляют, там лежат бутылки. Их довольно-таки много, что говорит о том, что место популярное для любителей где-то уединиться и как-то поменять свое сознание. Я называю такие места алка-места, потому что здесь тусуются люди. Ну, понятно, да, что они здесь делают, что это за люди. Здесь вот этот заброшенный мангал, куча разбросанных бутылок, пустых пачек из-под сигарет, пакетов. В общем, все вот эти вот атрибуты, которые остаются после людей, которые бухают. Они здесь проводят как-то свое время, и мне даже самому, знаете, хочется разобраться в этом немножко внутри себя, почему так происходит, почему они находят такие вот отдаленные местечки где-то вот, ну так, чтобы их особо не было видно. Причем здесь парк, парк такой прикольный, вы видите, да, тут прямо лесополоса такая небольшая. Не то, что здесь там культурно подстриженные кустики, хотя там вдоль дорожек, вот именно таких прогулочных, там все оккультурено. Здесь как бы такие вот тропинки, которые проделали сами люди, и вот они здесь тусуются. Вы знаете, раньше у меня было то же самое, я тоже тусовался в подобных местах. И сегодня я хочу поискать такие места, проехаться по ним, поснимать и поговорить с вами на эту тему. Почему люди вообще употребляют и употребляют вот как-то так? Почему они оставляют после себя весь этот мусор? Почему им хочется удалиться откуда-то, вот из общества, может быть, куда-то уединиться, так скажем? Хотя, опять же, тут можно провести параллель. Люди же действительно хотят уединения, причем уединения с природой. Кто-то на рыбалку, туризм, походы, охота, вот куда-то туда. Классно уехать куда-нибудь, вот как я люблю, в Карелию уехал. Онежское озеро, какие-то ламбушки лесные, никого нет. И действительно, когда ты вот так вот на природе, тебе классно. И здесь вот что-то подобное, но только обратите внимание, вы уже видели эти кадры. Только это подобное, как оно выглядит. Человек не старается уехать куда-то в какое-то, ну, не то что прямо уж заповедное место, но куда-то там, где действительно природа. Это природа, ну, как бы природа, но только это городская такая природа, которая здесь, там, какой-то квадратный километр, так скажем. И то природа, которая подзагажена вот как раз именно такими людьми. Им хочется здесь уединиться, и не просто уединиться, а просто, так скажем, скрыться от чужих глаз и начать свое вот это вот дело. Почему так? Что их толкает на это? Что людей сюда приводит? Их приводит желание отключиться от той жизни. И опять же, это желание есть много у кого. Можно сказать, что у каждого. Может быть, реально у всех 100% людей на этой планете есть такое желание отключиться от бытовухи, от того, что происходит в нашем социальном мире, вообще от того, что вот вокруг нас. Я это прекрасно понимаю, и у меня такое желание раньше было, особенно когда я бухал. Сейчас у меня этого нет. Ну, если что-то подобное возникает, я просто меняю обстановку, и все. Мне не хочется приходить в подобное место, у меня даже мыслей таких не возникает. Я меняю обстановку как-то более, так скажем, ну, конкретно, или как сказать-то, более глобально. Либо я вообще куда-нибудь уезжаю, либо я могу ее поменять на какой-нибудь часик-другой, когда я занимаюсь чем-то таким, что прям меня вообще отключает. То есть, это вот уже там происходит внутри меня. Надо признать, что место на самом деле довольно душевное, и с моей стороны будет не сильно красиво, если я здесь не промочу горло. Так. Буквально пару грамм, и все. Вообще я пью и с правой, но сегодня можно и с левой. Ваше здоровье. Пойдем дальше. И вот рядом точно такое же место. Вот пакет с говном лежит, здесь люди бухали. Остатки, опять же, какой-то пачки еды, вот бутылки. Кто-то здесь разжигал костерчик, и люди расслаблялись, отдыхали, сидели вот на этом вот бревне. Все в рамках той же самой концепции, о которой я говорю в этом видео. Почему я недавно сказал, что раньше я тоже так мыслил, в том плане, что вот отключиться от всего этого мира, и вот делал так же, бухал вот в подобных местах. Вот, кстати, еще одно местечко, сейчас подойдем. Сейчас у меня этого нет. И вот тут как раз и есть то важное, что я хочу вам сказать, ребята. То, что все находится внутри нас. Если ты прячешься от той жизни, которая тебя окружает, это говорит о том, что ты сам и создал ту самую жизнь, от которой тебе нужно, ну хоть ненадолго, но скрыться, убежать. Причем убежать куда-то, вот типа вот сюда, где ты так же и насрешь. То есть, какую ты жизнь создал для себя, от которой ты убегаешь, то ты после себя и оставляешь. Какое у тебя отношение к жизни, так же и жизнь относится к тебе. То есть, я сейчас не про то, что не надо мусорить. Понятно, что не надо мусорить. Это как бы, ну, такая очевидная штука, как красный стой, зеленый иди. Но ты оставляешь после себя то, что находится внутри тебя. Я сейчас не про напитки, которые ты употребил. Хотя и это можно туда же засунуть. Я сейчас про твое отношение. Вот в чем дело. Что ты строишь, как ты строишь свою жизнь. Вот такая она у тебя и есть. И если ты ей недоволен, то логично, что все правильно. Ну, по моему мнению. Не приезжать вот сюда, вот, или приходить после магазина и вот здесь вот все это засирать и бухать. А менять саму жизнь, чтобы тебе было классно. Другое дело, что готов ли ты делать. Или на самом деле проще. Взял, все, и не надо ничего менять. Пускай остается как есть. Место тоже неплохое, скажу вам честно. Поэтому, ну, буквально чуть-чуть на дорожку. Будем здоровы. Пойдем искать следующее место. Очередной мангал. Какая-то дубина. Здесь вот типа столик или седалище какое-то. Очередное. Уже третье место. Вот буквально здесь квадратные 100 метров, наверное. 100 сюда, 100 сюда. И вот здесь три таких алко-места, где ребята тусуются. Вот мы здесь опять видим ту же самую картину. Я еще хочу в этом ролике сказать вот какие слова, ребят. Скоро будет Новый год. Вот я сейчас снимаю где-то в середине октября. Это видео сегодня, по-моему, 12 октября. Скоро Новый год. Это время очень быстро пройдет. И вот у меня спрашивают люди, которые недавно отказались от алкоголя. Как быть, потому что скоро будут корпоративы. Везде будут корпоративы на всех работах. Ну или почти на всех. И когда человек не пьет, у него получается, что некоторым просто не хочется туда идти. Ребят, я считаю, что это очень правильно. Если ты еще в таком состоянии, когда недавно отказался от употребления спиртного, то это, наверное, лучшее решение не появляться на корпоративах. Ни на каких пьянках, корпоративах, дня рождениях. Вообще вот эти вот дела. Идеально от этого отказаться. Это в идеале. Если ты можешь себе это позволить, то есть на тебя никто не обидится. Да даже если обидится, это решать только тебе. У тебя есть право выбора, как говорится, выбор доброй воли. У каждого из нас есть эта возможность выбирать. Мы появились на этот свет с правом выбора. Мы не можем выбирать, да, вот где мы родились, кто наши родители, там, цвет кожи. Ну, я не знаю, какие-то такие моменты, которые у нас изначально, так скажем, нам даны. Которые как по каким-то причинам генетические, еще там как-то территориально. Мы не можем изменить. И то многое мы можем поменять. Ты можешь переехать в другую страну. Что касается родителей, само собой, как есть, так и есть. Но вообще, в целом, касаемо вот большинства того, что происходит в этом мире, большинство вот всяких действий, мы можем выбирать. Куда нам устроиться на работу, мы можем выбирать. Может быть, мы не можем выбирать вот прямо в моменте. Потому что, к примеру, деньги нужны вчера, а работы нет сегодня. И вот тебе предлагают, а ты не хочешь туда идти. Конечно, у тебя все равно есть выбор. Но если тебе нужно прямо сейчас что-то заработать, ты пойдешь на эту работу, которая тебе не нравится, потому что нужно купить поесть и так далее. То есть, вот это все понятно. Но в целом у нас есть выбор. И что касается вот именно пьянок, у тебя тысяча процентов есть тот самый выбор, чтобы там не появляться. Ты имеешь на это полное право, чтобы там не было. Особенно рабочие корпоративы. Можно что-то придумать, а можно и честно сказать, что я отказался от алкоголя, я просто вот себя держу. Но на самом деле многим пьющим людям, они просто этого не поймут. Им это и не понравится, они этого не поймут. Поэтому по своим причинам, там, каждый там сам решит, лучше не ходить. Но если все-таки ты пошел на какой-то вот корпоратив, какой-то праздник, такое торжество, ничего страшного. Ты просто не пьешь. Представь, что ты не пьешь всю жизнь. Представь, что ты не пьешь вообще. То есть, как тебя заставить? Как тебя заставить выпить соляры, бензина, не знаю, растворитель какой-то, омывайку для лобового стекла автомобиля? Зачем? Ну, конечно, ты этого не будешь делать, само собой. Не пьешь и все. Естественно, будут вопросы, а что такое, а что? Решил не пить. Решил какое-то время пожить трезво. Что-то от алкоголя не очень хорошо. Хоть там выпьешь даже глоток пива, уже чувствую что-то, не знаю, что-то вот. Можно что угодно говорить. Но, на мой взгляд, если ты утвердился в своей трезвости, не пьешь и все. Да, можно повеселиться, и потрезвяне можно повеселиться. С другой стороны, когда люди уже, вот ты появляешься на таком мероприятии, и проходит немножко времени, стопка, другая, пятое, десятое, все. Через, не знаю, уже час тебе с этими людьми уже будет неинтересно. Может быть, только с теми, кто действительно прямо вот чуть-чуть, там, пару глоточков, там, или что-то такое. Да, с такими людьми ты, там, можешь и пообщаться, что-то там пообсуждать, как-то там провести время. Потому что с остальными, кто уже там, э-э-эй, это уже не особо интересно. Поэтому я считаю так, ты, конечно же, вправе выбирать идти, не идти. Но если ты пошел, будь уверен в себе, что не пьешь и все. Вот не пьешь. И там вот эти разговоры, а что, а почему? Начинается обесценивание. Просто постарайтесь от этого человека отстраниться. Переключить его интерес. Вон, есть же Андрюша, ну, выпей ты с Андрюшей. Со мной хочешь, ну, вот надо было раньше, а сейчас. Хотя, в принципе, давай и сейчас. Сачок, водочка у тебя, у меня сачок, выпьем или что, или как? Или я тебе нужен только для того, чтобы ты наебенился? Ну, человек все равно обидится. Но понимаете, это его выбор. Вы не должны беспокоиться насчет того, что он выберет, обидится на вас или нет. Это вообще вас не касается. Потому что он может подумать, а, у тебя темные волосы, а мне нравится, чтобы были светлые. Все, ты мне не друг. И что теперь, идти краситься, что ли? Конечно, нет. Это его безумие. У каждого свое безумие. И у кого-то оно здесь, вот это безумие, вот в таких местах, отключение от реальности, вот где-то здесь, вот в этих вот четырех деревьях, с этим дешевым мангалом из пятерочки, который согнулся от углей. И, конечно, который здесь оставлен, все эти хабарики, разбитые бутылки, стеклянные и пластиковые смятые, вот это вот все хапчики. Вот то, чем богаты люди, которые здесь расслабляются. Ну, это очевидно. Я сторонник совсем другого. Вот сейчас я смотрю на это, и, на мой взгляд, намного лучше сходить куда-нибудь в ресторанчик. Понятно, здесь он купил мангал за 200, мясо за 350, за 500, не знаю, бутылка водки сколько стоит, тоже не знаю, это из головы у меня цены. Вот они пришли сюда втроем, вчетвером, скинувшись там по 300, 400, 500 рублей, у них здесь поляна, и вот им здесь хорошо. Да, действительно им хорошо. Но я вот на сегодняшний день так реально не хотел бы. Я лучше пойду в какое-нибудь прикольное кафе или ресторанчик, в котором на самом деле тоже недорого попью какой-нибудь кофеек, какую-нибудь вкусняшку съем, или какой-нибудь салатик интересный, или просто пообедаю. Ну, это я говорю про то, что мы поглощаем внутрь себя. Но если мы хотим отстраниться от какой-то бытовухи, то, ребят, это более глобальный вопрос. Для этого вам нужно посмотреть моих роликов несколько десятков, чтобы реально понять, как отстраняться от бытовухи. Но на самом деле у нас для этого есть все возможности. И как это сделать? Не в том смысле, что самостоятельность прячется в напитках. Это я, наверное, формулировку какую-то неправильную такую изобразил. За этим пьянством ты как раз прячешься от того, чтобы самому заняться своей жизнью, чтобы проявлять самостоятельность, чтобы проявлять ту зрелость, которая у тебя уже давно должна быть. Как знаете, разговор про взрослых людей. Взрослый человек – это такая формулировка очень забавная, потому что взрослый человек – это подразумевается возраст и внешность. А взрослый человек – это и не возраст, и не внешность. Это поступки. Сначала мысли, а потом поступки. И вот люди, которые вот тут вот сидят, вот там, кстати, в метрах 150 от нас сейчас сидит тусовка, как раз вот здесь вот магазин Семишагов, где взято все. И сейчас уже бу-га-га-га, там вот такие вот тональности звучат. Ну вы поняли, да, вот эти вот пьяные голоса. Причем там даже есть женский такой же голос. И вот за этим всем очень хорошо спрятать свою слабость, никчемность, нежелание действовать и что-то приносить в этот мир, и для себя в том числе. Потому что то, что ты даешь сюда, во внешний мир, как правило, тебе возвращается. Ребята, вы меня, конечно же, спросите, что это я такую бухаю, тут рассказывая вам про трезвость. А это не водка, так и называется не водка, напитки богов. Это абсолютно безалкогольный напиток, это напиток для вашего здоровья, потому что здесь очень много полезных ингредиентов, такие как имбирь, куркума, лайм, еще что-то вот такое вот прямо, знаете, то, что вот надо прямо вот употреблять, когда там болеешь или для тонуса. В общем, короче, не водка, она сделана именно из таких вот мега полезных ингредиентов. И разная степень мощности у нее есть, и крепости. Вот это вот жгучий мохито и... Ой, вкусно, необычно, так еще и полезно. Скоро Новый год, и вот такой напиток нужно обязательно иметь у себя в холодильнике. Знаете, когда вот что-то такое выпьешь, аж слюна так выделяется. Короче, не водка, напитки богов. Вся информация в описании, все ссылки в описании. У меня дома целая коробка, короче, не водки. Покупаете разные, разные есть вообще на разный вкус. Короче, это нужно пить, чтобы быть здоровым. Ну и вообще, кстати, для веганов, кто любит всякая эко-тема, не водка, это прямо must have. Причем разные есть и 0,5, есть маленькие шкалики, разные серии. Ребят, вся информация в описании. Берите не водку, напитки богов, живите здоровой, трезвой жизнью и употребляйте именно натуральные, натуральные, не какая-то там шляпа, а именно натуральные и полезные напитки. От себя лично рекомендую. Но с ума сходить не нужно, такое все вот выпивать за раз не надо. Это вот буквально стопочка двей достаточно, чтобы у вас там все было как надо. Продолжаем. Даже в таком симпатичном месте, как это, казалось бы, вот все открыто, не от кого прятаться. В общем-то, здесь тусуйся, наслаждайся природой. И не скажешь, что это алкоместо, а на самом деле тоже все эти стекла, хапчики. Ну это понятно, это у нас, наверное, вообще везде. Ну и бутылочки тоже от пива здесь стоят. И вообще, когда я здесь прогуливаюсь, здесь все-таки, видимо, убирают. Регулярно можно увидеть прямо в углах, вот так вот навалено пустые пачки из-под сигареты. В том углу и в этом какая-то упаковка, что-то. Короче, все это есть. Даже вот, казалось бы, не сильно алкоместо, все равно мы здесь насрем. Но насрем чем? Конечно же, бутылками и хапчиками. Вот чем мы здесь насрем. Я не хочу, чтобы этот ролик перешел в такое вот, знаете, эко какое-то. Вот в экологичность, чистота. Давайте вот следить за порядком. Я надеюсь, что это и так, ну, люди с каким-то сознанием это понимают. Не самым низшим сознанием. Как-то мы с возрастом начинаем как-то ценить то, что вокруг нас есть. Я на это надеюсь. Сейчас я хочу сказать чуть-чуть о другом. Мне подписчик задал такой вопрос. А может быть это судьба? Знаешь, типа, есть судьба быть бедным, быть богатым, быть каблуком, быть еще каким-то. Может, это судьба. Вот человек прожил так всю жизнь и все. И вот пьянство. Может быть, это та же самая судьба. Дело в том, что судьба, опять же, это штука, которая придумана нами, людьми. Это термин, обозначающий нечто. Забил болт на себя. Вот хожу весь такой неряшливый. Судьба. Или кто-то, наоборот, хочет выглядеть красивым, и он покупает модную одежду, ходит там стричься, там ухаживать за собой, какие-то салоны. И вот судьба у человека, да, быть красивым. Быть сильным. Человек ходит всю жизнь в спортзал или спортом занимается. Судьба. А кто-то всю жизнь сидит за компьютером, и у него ручки тоненькие такие, как у девочки. Судьба. Я скажу так. Конечно, очень хороший и удобный термин судьба. Но мы эту судьбу можем менять. Вот в чем дело. Конечно, там, что-то вот случилось, не дай бог, стал инвалидом, не стало части тела. Тоже можно сказать, что судьба. Ну, ты назад ногу, руку не пришьешь, конечно, если только протез сделать. Ну, а вот пьянство, ты это можешь изменить. Алкоголь, ты все это можешь изменить. Другое дело, что, опять же, мы к чему возвращаемся? К самому себе. Что тебе придется это делать. Именно тебе самому делать. То есть так, что за тебя это никто не сделает. То есть можно все на судьбу свалить, но только правильно ли это, ну, я не знаю. Мне кажется, что нет. Поэтому все можно самому сделать так, как ты посчитаешь нужным. И за судьбу прятаться, ну, это прятаться. Опять же, можно сказать, ну, судьба, ну, не повезло. Так ли это? Я считаю, что нет. Каждый может бросить. Каждый может жить трезво. Каждый может наладить свою жизнь. Но будешь ли ты это делать? Если ты хочешь, чтобы оно получилось легко, а это не получается, и ты опускаешь руки, разве это судьба? Я считаю, что нет. Это не судьба. Что я хочу сказать в конце этого ролика? То, что я считаю, что надо жить трезво. Это прямо вот такой must-have и обязаловка. Если ты хочешь прийти к какому-то, к своему успеху, обрести себя, если ты хочешь жить лучше. Я это испытал на себе. Я вижу примеры своих друзей, своих знакомых. Знаете, еще что я хочу добавить? За последние годы, ну, вообще даже не то, что за последние, вот то, что ушли мои ровесники из этой жизни, те, кто ушли, так или иначе, их жизнь была связана либо с наркотиками, либо с алкоголем. Либо люди плотно на этом сидели, либо, ну, так скажем, довольно-таки активно этим жили. То есть как-то вот, понимаете, почему-то никто не умер, ни одного знаю, кто умер от рака, но это вообще там случай, в 24 года парень умер, это тут ни алкоголь, ни наркотики тут особо ни при чем. Хотя там присутствовало немножко, ну, хотя как, опять же не немножко, видите, как получается. То есть если ты хочешь как-то жить лучше, качественнее, если ты хочешь прожить подольше, чувствовать себя лучше, так или иначе, без трезвой жизни это не получится. Да, это не дает тебе гарантии, что ты проживешь там до 100 лет. Сейчас скажут, что типа, вот и трезвенники умирают, конечно, умирают тут. Я не про то, что у тебя будет гарантия того, что вот ты бросил пить и весь мир к тебе повернулся. У кого-то и так, кстати, бывает. А у кого-то нет, кому-то все равно нужно как-то идти к своему успеху, так скажем. Но так или иначе, в трезвой жизни вероятность выше в разы. Поэтому живите трезво. Если ролик понравился, обязательно поставь лайкос, подпишись на канал, а также на мой телеграм-канал. Ссылка на телегу в описании, обязательно подписывайся. Если тебе нравится, как я говорю, о чем я говорю. Если тебе нравится мое мышление, обязательно жду тебя везде в своих соцсетях. И, конечно же, самое главное, в телеграме. На Рутубе, Ютубе, ВКонтакте, везде, где ты посмотрел. Напиши комментарий, поставь лайк. В Ютубе, ой, в Рутубе нажми ракетку, в топ пускай пойдет. Спасибо тебе большое, желаю тебе долгих лет жизни, хорошо зарабатывать. А это у тебя обязательно будет, когда ты начнешь жить трезво. Деньги легче идут к тем людям, которые не живут как-то праздно и бестолково. Спасибо тебе большое, всех тебе благ, долгих лет жизни. Пока. Пока.